Совет Федерации одобрил закон о просветительской деятельности. За проголосовали 145 сенаторов. Один был против и один воздержался. Цель проекта — исключить антироссийскую пропаганду. Об этом написано в пояснительной записке. Спрещается просветительская деятельность, которая ведет к дискриминации, унижению по национальному признаку, расповеданию и так далее. Что такое просветительская деятельность? Это деятельность не в рамках образовательных программ, направленная на донесение информации, компетенции, знаний в отношении широкого круга лиц. Информация может нестись и деятельность осуществляться органами государственной власти, негосударственной власти, организациями, физическими лицами в том числе. Получается, что под действие закона может попасть всё, что угодно. Даже ролики в интернете с советами по приготовлению пирога. Согласно тексту документа, правительство Российской Федерации будет определять порядок и условия ведения просветительской деятельности, а также формы контроля за ней. И здесь под этот закон попадут, например, люди, организации, которые хотят сделать пользу, которые даже не думали о том, чтобы нанести вред гражданам и заниматься какой-либо пропагандой. И из-за этого, из-за того, что нет четких регламентов, обозначения, что такое опыт, что такое мнение, что такое передача знаний, здесь получается, такое он очень всеоблемый вообще. И я понимаю, что правительство, например, наше хотело сделать как лучше. Каждая инстанция его будет интерпретировать. И потом мы попадём на какие-то судебные иски. Проблемы всё равно вмешательства, изменения будут. Но почему нельзя сразу это сделать правильно? И не будет прецедентов, которые будут говорить о несовершенстве российского законодательства. Изменения могут коснуться даже муниципальных образовательных учреждений. Согласно закону, пригласить иностранного профессора или поехать за границу по обмену станет сложнее. Все образовательные учреждения при заключении любых договоров с иностранными гражданами, кроме оказания им образовательных услуг, будут обязаны предварительно запрашивать разрешение на это у федеральных органов власти. В пояснительной записке говорится, что такая мера позволит не допустить негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс. В марте петицию с просьбой не принимать этот закон подписал ряд российских учёных, которые подвергли его резкой критике. В том числе за расплывчатость формулировок и дополнительную бюрократию научно-просветительской деятельности. Законодатели, в свою очередь, возражали, что все необходимые подзаконные акты будут приняты к моменту вступления новой нормы в силу до 1 июня этого года.